В годы войны с этих перонов жёны и матери провожали своих мужей и сыновей на фронт. Вокзал тогда ещё Симбирска повидал немало значимых встреч и прощаний. В наши дни площадь станции Ульяновск-1 является памятным для города местом. Именно здесь точка отправления тематического состава вагон знаний. Его пассажиры – школьники региона. Им предстоит пройти маршрут истории своей родины. И когда до отправления остаются считанные часы предвкушения от грядущего путешествия, захватывает ребят. Мы ждали эту поездку целый месяц за школой. Мы видели, что другие школы ездят и тоже захотели поехать. В итоге собрались с 2 по 9 класс большой огромной компании. Родители отпускают детей со спокойной душой. Признаются, изучать историю в таком формате куда интереснее, чем по сухим страницам учебников. Информация усваивается быстрее, интерес поддерживают факты. Очень радостно, что они поедут в такой город, город-герой, где их, я считаю, ждут такие эмоции. Это очень важно в наше время, вот такое патриотическое воспитание. Чтобы они знали о наших предках, о том, какой был подвиг. Это очень-очень важно. Путь не близкий, чуть больше 8 сотен километров. Пункт назначения – город Волгоград. Почти 10 часов дороги пролетят незаметно. В этом организаторы проекта «Вагон знаний» и главный урок истории уверены. Программа распланирована буквально по минутам. В пути следования наши детки участвуют в интерактивно-образовательной программе, которую ведут наши реконструкторы, участники военно-исторических обществ. С обмундированием рассказывают, показывают детям все вооружение, то, как это было. То есть, по сути дела, историческую правду. Рассказывать и показывать начали еще у нас в Ульяновске. Чтобы время до отправления не тянулось, долгими минутами ожидания для детей подготовили праздничную программу. Ее открыл автомотопробег. После поисковые отряды представили школьникам свои уникальные находки. На стенде личные вещи советских солдат, их оружие и амуниция. Все экспонаты были найдены во время экспедиций. В местах, где во время Великой Отечественной войны гремели оглушающие выстрелы. «Самая главная находка для каждого поисковика – это не железо, это не какие-то вещи. Это вот этот маленький пенальчик. Маленький, такой невзрачный пенальчик черного цвета. Там находится записка, в которой указано фамилия, имя, отчество бойца и его родственники. Кому в случае необходимости можно сообщить какую-либо информацию о нем». Среди прочих вещей есть и каска, найденная в Волгограде. По прибытию в город-героя ребята лично смогут увидеть, где долгие годы лежала находка. Кроме того, школьники посетят Мамаев курган и главные памятники города. А вернувшись в Ульяновск, сохранят на долгие годы впечатления и воспоминания об увлекательном путешествии. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Управда. ТВ.